Добрый день, дорогие соотечественники! Мы встречаемся в преддверии Вербного Воскресения. В народе нашим этому дню усвоено именно такое название, а по церковным – это Вход Господний в Иерусалим. Это воскресный день перед Пасхой, отделяющий весь пост от Страстной Седмицы. Праздник Входа Господний в Иерусалим очень важный в сакральном, священном исчислении времени, потому что он фактически свидетельствует о исполнившихся пророчествах, когда весь народ, весь Израиль, весь народ Божий встречал с ликованием Христа, восклицая «Асанна, сыну Давидову, благословен гряды его имя Господне». Постилая зеленые ветви пальм, они воздавали Сыну Божию, ставшему Сыном Человеческом, Божие достоинство. Все знали, что пришел Спаситель мира, потому что те чудеса, которые он творил, совершал по милости своей, исцеляя прокаженных, даруя здравие неизлечимо больным, воскрешая мертвых, не мог никто творить. И, конечно, исполнение времен и пророчеств было очевидностью для всех, и для книжников, и для фарисеев, и для простого народа, потому-то и восклицали с радостью «Асанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Постилая ваи, то есть ветви зеленые, постилая свои одежды по пути Господне. Пройдет совсем немного времени, и те же самые люди, тот же самый народ, будет восклицать «Распни, распни его». С какими чувствами мы встречаем Христа? Иерусалим – это символ блаженного состояния человеческой души, Царства Божия. Иерусалим в переводе с еврейского означает «град мира», то есть блаженное состояние человеческого естества и всего человечества. Как это ни парадоксально может показаться, но на самом деле никакой принципиальной разницы в тех временах, двухтысячелетней давности и нынешнего состояния жизни, ведь нет. Человек не изменился. Природа наша неизменна. При всех толкованиях об эволюции прошло две тысячи лет, и человек остался тем же. Даже более того, мы видим, что в древности люди были здравы, в отличие от современных поколений, которые страдают от многих болезней, привнесенных нарушением экологии, безнравственности, искажением простого порядка жизни человеческой, отсутствием труда. Но самое главное, что не изменились ни страсти, ни добродетели. Категории греха и святости действительно неизменны. И вот Господь входит в Иерусалим для того, чтобы совершилось, исполнилось пророчество, чтобы завершить подвиг учения людей путям праведности и святости и зайти на крест, чтобы на кресте пригвоздить рукописание грехопадений первого Адама и всего человеческого. Какими чувствами мы входим в храм? На самом деле мы испытываем то же самое, то же чувство радости, как две тысячи лет тому назад верующие встречали Христа. Мы тоже восклицаем «Осанна Вышних», и мы будем держать в своих руках веточки непальм, потому что мы живем на севере, и наша Россия, особенно Русский Север, дает нам ивы, покрытые этими светлыми шариками распускающихся почек, символом приближения весны, вступающей в свои права, и обновление жизни, как указание на воскресение Христова и воскрешение нас, благодатью Спасителя. Мы будем стоять сваями, с вербой и восклицать «Осанна Вышних, благословен, гряды и во имя Господне». То есть мы будем сердцами своими встречать Христа, для того, чтобы Христос никогда не оставил нас, и Он действительно не оставит, если только мы не оставим Его. А пример назидательнейший в библейской, в евангельской истории. Почему? Да потому что мы не должны, выйдя из храма, предаваться страстям и забывать, что только сейчас, совсем недавно, в этот святой день, мы говорили о «Осанна Вышних» Христу, с радостью принимали Его, а выходя из храма, падая в осуждение ближних, зависть, корыстолюбие, недоброжелательность, осуждение. И на самом деле, когда человек вольно становится на сторону греха, даже не важно, великого или малого, потому что святые отцы говорят о том, что смертный грех – это не те смертные грехи, которые любят перечислять люди, убийства, кражи, воровство, разбой и так далее, блуд, преоблияние. Каждый грех, то есть каждая страсть, каждая неправда, если она вододевает человеческой душой, и человек становится ее рабом, становится смертным грехом. И вот евангельская история учит нас, как легко человек может отступить от Бога. Ведь пройдет совсем немного времени, и те же самые люди, которые встречали Христа, знали, что Он – великий чудотворец, воскрешавший мертвых. Знали, что никто не может творить эти исцеления и воскрешения мертвых, и дарование зрения слепорожденным. И тут же они будут вопиять, кричать «распни, распни его». Почему? Да потому что Христос есть мерило всякой правды и всякой неправды. То есть на самом деле, ведь мы всегда носим это свидетельство в своем сердце, в своей душе, в этой совести. И когда мы уклоняемся от правды, от добродетели, от истины, от добра, мы становимся на сторону греха. Это всегда наш выбор. Человек создан свободным. Никто не может принудить его быть плохим. И никто не может заставить его быть хорошим. Нам дарована воля. И человек вольно избирает добро, веру, благость. И нам нужно сохранить это блаженное, мирное состояние души. Эту жизнь в вере и по вере. И если мы будем стараться это делать, то Господь, войдя в Иерусалим, и соделав наши сердца этим вместилищем в себе, истинным Иерусалимом и Сионом, не оставит нас ни в испытаниях, ни в искушениях, ни в борениях со страстями, ни в трудностях жизненных, но всегда поддержит. И своей благодатью поможет сохранить этот мир как залог бессмертия нашего воскресения и свидетельства воскресения Христова. Я поздравляю с этим грядущим праздником, желаю, чтобы этот мир водворился в наши сердца, чтобы каждый из нас был причастником этого божественного мира, чтобы каждый нес его в свои семьи, чтобы эти веточки вербы наших северных вай всегда были свидетельством искренней радости о Христе и нашего упования, веры, надежды, с которым мы в этот день встретили Христа, пришедшего в Иерусалим. И чтобы это восклицание благословен гряды во имя Господне относилось к каждому из нас. Субтитры создавал DimaTorzok